Добрый вечер, дорогие коллеги! Начиная разговор о гистологическом исследовании сигнальных лимфоузлов, хотелось бы отметить тот факт, что без адекватного исследования первичной опухоли, а именно без правильной вырезки и без правильной ориентации препарата в парафиновом блоке, можно неправильно измерить толщину по брестолу, например, чем ввести хирурга в заблуждение и повлиять на его решение о выполнении либо невыполнении биопсии сигнальных лимфоузлов. Также, как уже говорил Григорий Владимирович, на принятие решения о биопсии лимфоузлов при меланоме влияет не только толщина по брестолу, но и такие характеристики, как наличие либо отсутствие изъязвления, высокая методическая активность опухоли и лимфоваскулярная инвазия. Соответственно, если патолог не отражает эти характеристики опухоли в своем репорте, хирургу сложно принять адекватное и правильное решение. В своей работе мы руководствуемся протоколом коллегии американских патологов, который в отношении сигнальных лимфоузлов говорит нам, что, во-первых, не стоит использовать frozen биопсию для сигнальных лимфоузлов по двум причинам. Во-первых, мы можем получить ложные негативные результаты, так как метод интероперационной срочной биопсии в данном случае является субоптимальным. Мы можем потерять область, субкапсулярную область, и чаще всего, как мы знаем, метастазы располагаются именно там. Вторая причина заключается в том, что, когда мы исследуем так называемый остаток от срочной, заключаем его в парафин и исследуем в плановом режиме, мы можем не увидеть те микрометастазы, которые находились в том участке лимфоузла, который был зарезан на срочное и совершенно неинформативно. Также хотелось бы обратить ваше внимание на то, что в этом протоколе рекомендуется использовать более чем один срез для оценки наличия либо отсутствия метастаза, так как использование только одного среза, окрашенного гемотоксилином и азином, в 10-15% случаев приводит нас к ложно-негативному результату. На что надо отметить, это то, что КАПовский протокол никаким образом нас не ограничат в том, каким именно образом разрезать, в каком направлении разрезать сигнальный лимфоузел. Единственное, что там речь идет о том, что если лимфоузел менее 5 мм, то мы кладем его полностью в кассету и исследуем целиком, не разрезая. Если лимфоузел более 5 мм, то мы можем разрезать его вдоль, как предлагал Кахран в своем оригинальном протоколе, для того, чтобы оценить лимфатические сосуды, которые подходят к воротам лимфоузла. В таком случае у нас получится две половины лимфоузла. В нашем центре мы укладываем их в две разные кассеты. И в дальнейшем с каждого блока парафинового мы выполняем по 9 срезов и окрашиваем их гемотоксилином и азином. Итого получается у нас с одного лимфоузла, который больше 5 мм, у нас получается 18 срезов. В то же время в некоторых клиниках, так как протокол КАП жестко не регламентирует вырезку лимфоузла, например, в клинике М.Д.Андерсон используют следующий метод. С шагом в 2-3 мм лимфоузла нарезается поперек. В результате получается несколько срезов, которые укладываются в одну кассету. Они аргументируют свой выбор вырезки следующим образом, что при таком способе нарезки получается большая площадь субкапсулярного пространства, в которой мы чаще всего и ищем метастазы меланомы. Если говорить о нашем опыте, то мы используем и Кахрановский протокол, и протоколы, которыми пользуются в М.Д.Андерсон, в зависимости от размеров лимфоузла. То есть лимфоузлы от 5 до 1,5 мм, от 5 мм до 15 мм мы разрезаем вдоль и укладываем в 2 кассеты. Лимфоузлы от 1,5 см и больше мы нарезаем с шагом в 2-3 мм и укладываем, ну, сколько поместится. То есть в 2-3 кассеты в зависимости от размеров лимфоузла. Что касается описания и исследования непосредственно метастаза. КАПовский протокол регламентирует описание наибольшего измерения метастаза и его локализацию в лимфоузле. То есть это субкапсулярное расположение, либо интерпаренхематозное. То есть мы обязаны описать наибольшее измерение, и если мы имеем 2 метастаза, то мы выбираем тот депозит, который наибольшим измерением обладает, и его описываем. Также были работы, достаточно большое исследование проводилось, результаты его описаны в этой статье, которая говорит о том, что необходимо бы еще измерять так называемую толщину, ну, как бы по Бреслоу, то есть от капсулы и до наибольшей инвазии. Для чего? Для того, что авторы этого исследования выявили, что место расположения метастаза, то есть под капсулой или интерпаренхематозно, его толщина и наибольшее измерение, они являются предиктивными факторами риска нахождение метастазов в несигнальных лимфоузлах и являются ассоциированы с плохой меланомоспецифической выживаемостью. В то время как, например, пациенты с субкапсулярно расположенным микрометастазом менее 0,1 мм, они с меньшей вероятностью будут иметь метастазы в несигнальных лимфоузлах. Таким образом, мы должны в протоколе описать количество пораженных лимфоузлов, наибольший размер метастаза и наличие либо отсутствие экстранодального распространения за пределы капсулы. Что касается иммуногистохимического исследования, потому как каповский протокол предписывает не только выполнять серийные срезы, но и использовать иммуногистохимическую краску для подтверждения диагноза. Антител меланцитарных существует достаточно много сейчас на рынке. Выбор конкретного антитела зависит, наверное, в первую очередь от тех стейнеров, которыми располагает лаборатория, поскольку разные антитела требуют различную платформу для окрашивания. И необходимо помнить также, что разные антитела обладают разной чувствительностью и специфичностью. Если мы посмотрим в IGCC седьмой версии, там предлагалось использовать как минимум один меланцитарный маркер для сигнального лимфоузла. В данный момент необходимо использовать минимум два. То есть выбор остается за патологом. Какой именно выбрать маркер в данном случае нет рекомендации, которая бы предписывала четко один или другой. Также, как я уже повторюсь, не существует четко определенного какими-то рекомендациями международными количества лимфоузлов. Каждый госпиталь выбирает, каждая лаборатория выбирает свой протокол и не существует какой-то конкретной техники вырезки. То есть есть рекомендованные, есть используемые в каких-то крупных профильных учреждениях. Но вот мы делаем именно так, как я рассказала. Кстати говоря, вот это срез, когда лимфоузел рассекается на две части, и мы можем видеть ворота лимфоузла. В общем-то, этим слайдом я хотела продемонстрировать то, что, вот смотрите, здесь есть метастаз, который бросается в глаза, он очевиден. Но если мы посмотрим окрашивание иммуногистохимического, во-первых, мы видим распространение за пределы капсулы как неблагоприятный фактор. Во-вторых, мы видим, что метастазов здесь на самом деле гораздо больше. Здесь есть микрометастазы, и не все так благоприятно, как казалось бы, просто на гемотоксилино-эзиновом срезе. А вот этот лимфоузел срезан поперек. И здесь мы видим тоже по периметру капсулы некоторое количество, но мы не можем... Но мы не могли бы заметить невооруженным глазом, что, допустим, вот здесь есть метастаз. Поскольку это не пигментная меланома, можно подумать, что это макрофаги, дендритические клетки, но антитела иммуногистохимические расставляют все точки над И, поэтому их необходимо использовать при исследовании сигнальных лимфоузлов при меланоме.